МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В детском фестивале «Анимаёвка» несколько дней прожил в Могилёве. И каждый раз при встрече с журналистами он делился своими размышлениями о жизни. Собрав в айди на все интервью, мы пришли к выводу, ему есть что рассказать. Во-первых, что корни Леонида Якубовича из Могилёва. И оказавшись на родине, он упомянул об этом с особенным трепетом. Я благодарен тем, кто пригласил меня сюда. По той простой причине, что я приехал на свою родину. Все мои предки из Могилёва и из Бобруйска. По папиной линии я никогда здесь не был. 15 лет тому назад у меня нашёлся брат. Это единственный мой родственник, живущий здесь. Это главный редактор газеты «Святская Белоруссия» Павел Азатч Якубович. Это мой брат. Поэтому я невероятно благодарен Мурашки по коже, что я приехал туда, где родился мой прадед, дед и мой отец родился здесь. И уезжая сюда, я держал в руках похвальный лист моей бабушки, которая закончила Бобруйский школу, гимназию Могилёвскую. Дед закончил. Так что я здесь. И за то, что пригласили на какое-нибудь рядовое мероприятие, а международный фестиваль, пусть даже мультипликационный. Единственное, что мне вообще не нравится и никогда не нравилось – слово «анимация». Мы все привыкли к мультикам. И это замечательное слово, которое существовало только у нас. Мультик и все, и вообще это искусство, можно, конечно, как угодно к нему относиться, но на этом воспитывается будущее. Дети – это рождаются от того, какие сказки в детстве они читают, какие мультики они смотрят. Вот что они смотрят, такими они и будут. Хорошие, милые, добрые мультики. И когда вот Гриша выходит на сцену, поёт мы с Вадимом Семеновичем говорили об этом в самолёте. Вот есть у человека плюс обаяние. Он выходит на сцену, взяли ни одного человека, потому что все на сцене вокруг него. Так не бывает просто так. Не потому что это хорошие песни, а просто он обаятельный человек. Вот ребёнка и животное обмануть нельзя. Вот такие люди и делают мультики. Плохой человек мультик сделать не может. Я думаю, что злых мультиков вообще не бывает. И если существует этот фестиваль, это просто счастье. Потому что я не знаю, я не верю, что наступит время, когда дети начнут расти без сказок, без мультиков. И это ужасно, если на ночь ему кто-нибудь ребёнку не рассказывал сказку. Так что я благодарю, просто кланиваюсь ноги тем, кто меня сюда позвал, и тем, кто создаёт такие добрые штуки для детей, на которых воспитан я и мой сын, и моя дочь, и моя внучка. Ребята, спасибо вам большое. Вы замечательно добрые и милые люди. Спасибо всем вам. Оценить же успешность мультфильма, по мнению Кубовича, очень просто. Ой, я вчера видел такое. Ой, знаешь, а ты помнишь, как он... И если это происходит, тогда это состоялось. Но если бы только одними мультфильмами и встречами жил в Могилёве Леонид Якубович. Оказывается, он мечтал снова побывать в Беларуси, чтобы ещё и полетать здесь. Да-да, вы не ослышались. Я надеялся, я мечтал об этом с той самой встречи. Я был здесь несколько времени тому назад, когда здесь был замечательный праздник, 80 лет, Минскому аэроклубу. Я мечтал, что это повторится в мгновение ещё раз, и оно состоится. Завтра мне дадут возможность полетать над Могилёвым, то есть над Бобруйском, конечно. Это тоже без чего жить я уже не могу и не смогу больше никогда до конца жизни. Всё жизнь. Всё кусочки жизни. Так и случилось. Наш эксклюзив. Прекрасным солнечным утром Леонид Якубович, кстати, лётчик со стажем, сначала как будто совершил ритуал, обошёл учебный Як-52, погладил его, затем сел в кабину и взлетел с аэродрома Пашкова над Могилёвым. На земле Якубовича не было около получаса. Всё это время с бортом поддерживали связь в Центре управления полётами, а те пилоты, которые уже отлетали, успокаивали. Ничего не случится с вашим кумиром миллионов, он же профессионал. Человек, когда работает с любой техникой, если работает долго, то есть он, в принципе, естественно, он уже её чувствует как самого себя, то есть это твоё продолжение. А если он домой решит улететь, в Москву? Дальность у него где-то, ну, примерно, может, километров 400-450 смело пройти. В Москву не дойдёт? Нет, конечно. Конечно, после такого полёта и мысли совсем иные у человека появляются. О том, какая великая сила, красота, например. А как жалко, что людей, не замечающих её вокруг себя, много. Вы когда маленькие были, лежали в кроватке, и вам, между прочим, игрушки показывали красного цвета. Яркие. Красный – красиво, одно и то же, производные, одни и те же. Вот человек с детства должен видеть красивые вещи. Он перестанет обращать внимание. И, кстати, красивая вещь плохой не может быть. И смысл жизни, по словам Леонида Якубовича, передавать эту красоту друг к другу на протяжении всей жизни. Это удивительный факт. Моя мать проработала, как она говорила, в органах 44 года. Она была гинекологом. Так вот, она говорила, и это правда, это может вам подтвердить любой врач, что именно в этот момент, именно в тот самый момент, когда мы передаём, как бы, всё, что можем для того, чтобы продлить рот, для того, чтобы зачать ребёнка, вот именно в этот момент зачатия, и это подтвердит любой врач, отключаются даже больные органы. Природа делает всё возможное, чтобы вы передали только хорошее. Вот вся концентрация, концентрация всего организма направлена только на одно, чтобы передать хорошее. Повторяю, отключаются даже больные органы. И это подтвердит любой врач. Вот это смысл жизни. А вот телевидением сегодняшним Леонид Якубович не очень доволен. По его словам, слишком много чернухи на экране. Где кто убился, где кто сломался, где кто на кого наехал, какую-то пьяную бабушку вдруг зарезал, несчастный пьяный внук. Оно мне надо с утра? Что это... Мне своих проблем хватает по городу. Мне бы всё узнать, где бы что хорошее, куда поехать. Ребята, сегодня там произойдёт вот это. Если у вас найдётся свободное время, пойдите, посмотрите. И дети пусть с утра до вечера вон на площади рисуют, разными красками, прямо на асфальте. Потом придёте, смоете, завтра пусть нарисуют опять. Ну, удовольствие же, ну. Не из тех людей порой, по мнению Леонида Якубовича, телевидение делает героев. Ой, не из тех. Я несколько раз... Чуть больше 30-ти, что ли, я уже не помню. И это не имеет значения. Был там, где был фронт. Где была война. Я знаю, что такое оружие. Когда-то я был кандидатом в мастера спорта. Любой военный, любой военный человек, любой подтвердит вам, что оружие создаёт у труса ложное ощущение храбрости. Купить пистолетик очень легко. И сразу ты чувствуешь себя невероятным героем. Если у тебя нет воспитания, то ты его выхватишь в любую секунду. Во время командировки у меня было личное оружие. Я велел ребятам зашпаклевать его вообще. У меня была кобура, которую я не мог расстегнуть. Потому что очень боялся выхватить пистолет. Я никогда ни в кого не стрелял. И меня никто этому не учил. Но то, что он висел у меня на боку, сначала приводило меня в осторожное ощущение. Я себя чувствовал прямо-таки шварценеггером. С пистолетом. Ну, просто не дяро сказать словами. Через два дня это прошло. Лучше бы его вообще у меня не было. Просто так положено. Вот это самое страшное, что может быть. И это тот же адреналин, которого не хватает в жизни. А очень хочется стать героем. Потому что в этой жизни в тебя, видимо, никто никогда не поверил. Или кто-то объяснял тебе совершенно другое. Или третье. Это вообще-то страшно манит. Быть сильнее кого-то. А меньше всего манит быть умнее кого-то. Или лучше кого-то. А стать сильнее кого-то довольно легко. Из этого легко складываются две вещи. Как стать сильнее? Либо ходить качаться, таскать штангу. Это лень. И долго. Проще купить нож или пистолет. И вот ты уже сильнее. Причем кого? Либо бабушки, либо ребенка. Потому что любой другой голыми руками оторвет тебе эту руку с твоим пистолетом вместе с этим пистолетом. На других примерах, по мнению Леонида Якубовича, нужно растить поколение. На людях, которые смогли сделать карьеру. Вот только обязательно путь этот подслеживать и рассказывать о нем. Тогда нужен пример. А этот пример надо гладить по голове во всех смыслах этого слова. И все должны видеть, что вот этот вот лучший живет лучше всех. Потому что он лучший. И не потому что он миллион заработал. Потому что вот так вот столько сделал для государства. Теперь государство для него. И квартира у него лучше, это правильно. И машина у него лучше всех, это правильно. И одет он лучше всех. И о зарплате он не думает. Потому что он однажды встал первым и сделал то, чего я в своей жизни не сделал. А если он это сделал, а живет хуже всех, то нахрена я буду первым там вставать? Я что, идиот? Тогда лучше я возьму нож и пойду грабить банк. Не так нужно жить, уверен Леонид Якубович, не так. Хоть бы здрасте друг другу говорили, что ли, на улице. Шли бы и зарывались друг с другом. Улыбаемся мало друг другу. Шарахаемся друг от друга много, а улыбаемся мало. Нетрудно. Совсем нетрудно. Просто вдруг взять и сказать ей здравствуйте. Если уж видите человека с орденом на груди. Раньше вот по улице батюшка шел, люди шапки ломали и кланились. Вот то же самое, как вы видите человека с орденом. Труншуль, сказать спасибо. Что-то он такое сделал ради вас. Может ради кого-нибудь, а тот ради вас. А вы тоже ради кого-нибудь. Может тогда все и построится. Я так думаю.